Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Коммерческий банк «Хлынов». Чтобы добиться результата, ни к чему изобретать велосипед. Обратитесь за проверенным решением к надежному финансовому партнеру. Кредит для бизнеса «Новогодний стандарт» от Банка «Хлынов». Решение, которому доверяют. Подробности в офисах банка на сайте bankhlynov.rf Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Хлынов». Лицензия ЦБ РФ номер 254. Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня разместился Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости», чьё особое мнение мы сегодня услышим. Добрый день, Олег. Добрый день всем. Сделать надо небольшое пояснение, уточнение. Сегодня планировалось особое мнение депутата ОЗС Валерия Турула. Но дело в том, что именно сегодня проходит последнее, в этом году получается, пленарное заседание нашего регионального парламента. И вот не успел Валерий Николаевич, что называется, от выступаться. Мы с ним хотели поговорить о той экономической ситуации, которая сейчас сложилась в нашей стране и в нашем регионе, как в этих условиях выживать простым гражданам, предпринимателям, мелким, средним, крупным и так далее. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время всё-таки Валерий Николаевич будет в нашей студии. Тем более, что он, насколько я помню, с интересной инициативой выступает сейчас перед Законодательным собранием Государственной Думы по индексации зарплат. По индексации зарплат не только в бюджетных, но и в частных компаниях. Ну, пример частной компании — это, собственно, наша компания. Ну, любая компания наша. Вся наша организация. Можем прямо сейчас с этого начать, с этой инициативы. Очень интересное предложение. Нам ведь хочется всё равно, чтобы у нас зарплаты расслабили. На мой взгляд, нереализуемое в сегодняшних условиях в силу того, что, ну, с кем бы из работодателей, я не говорил, да, основной посыл сегодня бы удержать зарплату и удержать штат сотрудников. Либо, то есть, дилемма как раз в том, что если удержать зарплату хотя бы на том уровне, который есть сегодня, то придётся сокращаться и ужиматься, да, либо сохранять штат, ну, тогда сокращать зарплату всем, потому что для многих людей сейчас значимым будет как раз-таки постоянное рабочее место и сокращение собственных каких-то трат, может быть, ужимание там в расходах, сокращение там расходов, которые были излишними, да, необоснованными, вот непростые. И сейчас слушал как раз начало прямой линии выступления Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, не прямой линии пресс-конференции с ним, да, и основной посыл, он называл срок, вот это и дословно... Но это мы уже плавно переходим к обсуждению темы, да, пресс-конференции. Да, дословно сложной экономической конъюнктуры, что максимум два года продлится вот это. Турбулентное состояние экономики нашей... В худшем случае, да, он сказал, при самом негативном сценарии. Те инструменты, которые сейчас использует правительство, использует Центробанк, в частности, повышение ключевой ставки одномоментно с 10,5% до 17%, а надо понимать, что ключевая ставка или ставка рефинансирования, это ставка, от которой пляшут все банки, устанавливая кредит, ставки по кредитам, то есть кредиты будут дорогими достаточно, и изрядная часть бизнеса, которая жила на кредитные средства, она, ну, должна будет либо серьезно экономить, либо вообще уйдет с рынка. Вот, поэтому и эта ставка, она вот по словам как раз Путина сохранится на протяжении, возможно, сохранится на протяжении этих двух лет. Она вызвана, ну, вызвана была, там, событиями на валютном рынке, на то, что начали спекулировать с курсом рубля к доллару и к евро. Центробанк принял такое решение. Конечно, банкиры надеются, тоже был у меня разговор буквально вчера, надеются, что этот период будет недолгим, может быть, пару месяцев, то есть два года это максимум, может быть, ставка пойдет вниз и раньше, если ситуация нормализуется, если рубль не укрепится, по крайней мере, найдет, там, нащупает дно и дальше падать не будет. Но по прогнозам банкиров, по их ощущениям, по твоим ощущениям, возможен ли возврат на те ставки, которые вот у нас совсем недавно были? Я думаю, что возврата к прежним ставкам, то есть доллар чуть больше 30 евро, там, около 40, он в ближайшей перспективе невозможен. Как мы знаем, наша экономика очень сильно привязана к стоимости нефти, и прогноз-то пока неблагоприятный. То есть нефть сейчас колеблется, волатильная цена на уровне 60 долларов за баррель, тогда как наша экономика и бюджет верстался там под 90, по-моему. На около сотни долларов за баррель, и наши рубли очень сильно зависим от цен на нефть, в силу того, что основная доля бюджета, она формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых, за счет валютной выручки от продажи энергоресурсов и так далее. И, наверное, придется жить вот с таким курсом, поэтому многие блага, которые раньше были доступны, они сейчас будут менее доступны. Но, опять же, вот из речи президента такой посыл, то есть не скажу, что он настроен сильно оптимистично, он настроен реально, что времена будут тяжелые, помогать мы будем тем, кто действительно нуждается, а не всем. Опять он про социальные обязательства упомянул. Это что касается социальных обязательств, и сейчас уже, и ты наверняка знаешь, и многие слышали о том, что есть указания сокращать социальные льготы, оставляя их только тем, кто нуждается действительно. Ну, то, что я вчера слышал, допустим, проезд для всех школьников начальных классов был бесплатным. Только для малоимущих. Да, сейчас останется только для тех, кто подал заявление и показал, что вот мы малоимущие, нам необходимо. Это, конечно, печально, грустно, но, видимо, другого варианта исполнять свои обязательства у государства на сегодняшний день нет, поэтому нужно сокращать расходные расходы. Да, радикально сокращать расходы. Самый большой объем расходов, что по нашей области, что по стране, это социальные расходы, образование, здравоохранение и льготы различным категориям населения. Там по поводу проезда школьниками интересное заявление было по поводу того, что те дети, которые учатся в лицеях и гимназиях, собственно, они считаются вроде как прельвегированными, да, и родители с хорошим достатком. Родители сами найдут возможность. Потому что все остальные по месту жительства. Но здесь есть еще один вопрос. Очень многие дети, и, в общем, любой нормальный родитель, который думает о будущем ребенка, он его отправляет куда-нибудь в кружки, в секции. Как правило, они находятся не по месту жительства. И вот сейчас добираться детям, видимо, придется либо пешком, либо платя полную сумму. То есть для многих это будет там препоном для продолжения дополнительного образования своего чада. Безусловно, не для всех, не для большинства, но для какой-то части населения. Это будет сложно. К теме пресс-конференции Путина хочу вернуться. Как известно, это десятая по счету пресс-конференции, которую дает глава государства. В прошлый раз она более четырех часов длилась. Больше 1200 журналистов на сей раз съехались туда. В том числе и с Кирова поехали журналисты. А если бы ты там присутствовал, какой бы ты вопрос задал нашему руководителю? Думал, честно говоря. Ну, давай, может быть, попозже сформулирую. Ну, в любом случае, наверное, на злобу дня был бы этот вопрос. Да, он бы касался... А, есть вопрос. Это вопрос из того послания к федеральному собранию, которое у него было. Он говорил о том, что надо устраивать так называемые надзорные каникулы для бизнеса. Не кошмарить его, если он в течение трех лет никак не провинется. И у меня в связи с этим вопрос, каким образом это будет обеспечено. Потому что, насколько я знаю, наоборот, для бизнеса сейчас самые тяжелые времена еще и с точки зрения контроля различными надзорными федеральными структурами. Потому что, если действительно честный бизнес не контролировать и не кошмарить, не ходить с проверками, не облагать штрафами, то возможно появление такой ситуации, что многие надзорные органы, им не о чем будет отчитываться. И они не смогут показывать хорошие результаты работы. Ну, ты говоришь о том, что у них есть свой план, который они должны выполнять. Наверняка. Но даже не то, что план, а ведь результаты работы, они должны в чем-то выражаться. А у нас, к сожалению, проверок не было. И возникнет понимание, что неизбыточные ли эти надзорные органы, может быть, штат раздут, может быть, что-то еще. Нужно, я думаю, что... И вопрос-то, собственно, в чем? Эти две вещи, сокращение проверок и в то же время сохранение надзорных органов, как таковых, и отчетности, они друг другу противоречат. Я думаю, государству на данном этапе нужно не только продекларировать, но нужно дать возможность действительно бизнесу, я не знаю, обращаться в прокуратуру, что если появляется проверка там, где ее быть не должно, и вот как раз-таки прокуратура должна стоять строго на защите прав бизнеса. Потому что и так ему нелегко, и так ему обязывают сейчас индексировать зарплаты, при том, что вырастут расходы непропорционально, сокращается объем выручки. Уже это происходит, то есть предновогодний, вот сейчас даже у торговцев предновогодний бум, ажиотаж, продаж. А что будет после Нового года, все ожидают, что от 15% прогноза до 50% будет повышаться стоимость всех товаров, которые вообще продаются на территории России. Особенно тех товаров, которые поступают нам из других стран, из-за вот этого разницы в курсах валют, из-за резкого обвала рубля. И как раз на этот период, что бизнес хотя бы выжил, хотя бы там по минимуму сохранился, минимизировать, свести до минимума количество проверок. Многие в сложившейся ситуации обвиняют российское правительство в неком бездействии и в таком судорожных попытках поправить ситуацию. Вот буквально накануне премьер-министр Дмитрий Медведев высказался таким образом. Текущее вот это осложнение обостричь экономической обстановки происходит по независимым от нас факторам. Низкие цены на нефть и западные санкции против России вот, вот в чем корень зла. Многие недовольны оказались. Этим заявлениям премьер-министр, что действительно никаких нет? Факторы внешние, конечно, есть. Есть еще чисто психологический фактор. Это недоверие людей к заявлениям правительства. И, как правило, воспринимается все с точностью до наоборот. Люди начинают там судорожно искать, куда вложить деньги. Скупают недвижимость, иномарки, сейчас бытовую технику и так далее. И тем самым еще подхлестывают вот эти процессы. То есть, с точки зрения психологической, к сожалению, за годы последние мы так и не научились жить спокойно. Спокойно относиться к завтрашнему дню. Это не мы виноваты. Это нас так приучили, что нам нужно всегда сделать запас на будущее. Мы так веками привыкли жить. Что все процессы, которые происходят, становятся сюрпризом. Что рубль за один день может обвалиться на два десятка рублей по отношению к евро. Ну, кстати, минувший вторник опять-таки получил название черного вторника. Да, и правительство тут, ну, тут очень много факторов взаимосвязанных. И средства массовой информации тут тоже прикладывают свою руку не в дестабилизацию ситуации, а в то, что нет большого доверия к нам, наверное. То есть мы не можем, во-первых, прогнозировать. Во-вторых, недостаточно свободны в выражении и высказывании часто бываем свои позиции, недостаточно жестко ее высказываем, не вскрываем те болячки, которые действительно существуют. И тем самым доверия к СМИ, к сожалению, у населения нет. То есть если мы сегодня продекларируем, что все в стране хорошо, как говорит и президент, и члены правительства, но он не говорит, что все хорошо, он говорит, что надо работать. Доверия все равно не будет, да? То есть доверяет только тому, кто всегда говорит правду. Тот, кто лукавит и тот, чьи прогнозы не сбываются, он не будет заслуживать доверия. А вот слова Медведева по поводу рубля, курса рубля. Рубль крайне недооценен у нас. Может быть, лучше выражаться переоценен, потому что многие ведь специалисты, ну, вот хотя бы упомянуется депутата Кировской городской думы бизнесмена Владимира Журавлева, да, он приводит, пример, 10-15 лет назад доллар сколько там, 30 рублей с небольшим стоил, да, и сейчас, собственно, та ситуация. Да, все верно. Да, хотя он, по его подсчетам, должен стоить порядка 120 рублей за доллар. Ну, я знаю его позицию, он считает, что, да, рубль, стоимость рубля искусственно сдерживалась, его надо было постепенно снижать, эту стоимость. И мы действительно жили последние годы, как это не страшно прозвучит, непосредственно. При низкой эффективности труда мы получали достаточно большой объем и социальных услуг, и могли себе позволить дешево купить там бытовую технику, автомобили, недвижимость. Ну, относительно дешево все-таки. Нет, я говорю в общем целом. Это не значит, что я сам там езжу на Канары, как мне пытаются прорисовать. То есть достаточно, речь идет в среднем, да, в среднем по России. Мы сейчас, когда рубль, ну, я согласен, наверное, соглашусь с Дмитрием Медведевым в том, что вот эта спекулятивная цена, которая в черный вторник случилась, она не совсем адекватная. И что действительно, наверное, рубль стоит чуть больше, чем его оценивали в этот день. Да, и он вернется, наверное, к показателям до обвала, к некоторым показателям. Но к тому, что доллар будет стоить 30 рублей, а евро 40, я думаю, что мы уже не вернемся длительное время. Для этого нужно строить совершенно другую экономику. Это тоже то, о чем говорил Владимир Путин сейчас в ходе пресс-конференции в самом начале, что бизнес, что мы не диверсифицировали экономику в течение 20 предыдущих лет, что зарабатывали на продаже энергоресурсов и не занимались инновациями. То есть мы говорили много об этом, да, мы создавали там кластер, создавали там инновационный город Сколково, но эффекта от этого не было никакого, и деньги в инновации не шли. Просто невыгодно было, на самом деле невыгодно было производить какую-то инновационную, да просто продукцию в России. Вот сегодня, смотри, взять, к примеру, там, обувщиков. У нас обувных производств осталось там по пальцам пересчитать. Ну, в Кирове вот остался лель, худо-бедно там, в Ахруше. Ну, в Ахруше самый яркий пример, да. Да, но кто покупал обувь от Вахрушей? Ну, никто. Нет, только кто-то, наверное, все равно приобретал. Да, ну, немного. То есть были армейские заказы там и так далее. Ну, лель, да, делали хорошую продукцию, но конкурировать с Китаем все равно было сложно. При сегодняшнем курсе рубля, я надеюсь, что в течение там нескольких лет мы сможем эти... Если не будет кошмарений бизнеса, если не будет, так как это сейчас происходит, массированного выжимания из бизнеса, там, последних налогов, чтобы пополнить бюджет сегодня, а завтра хоть трава не расти. Если мы все-таки будем думать немножко о завтрашнем дне, то завтра мы сможем некоторые отрасли промышленности восстановить. И я уверен, что наши там обувщики, что наши производители одежды, что наши даже производители автомобилей вполне себе могут создавать конкурентную продукцию, конкурентоспособную. Для этого просто необходимо вот сейчас удержаться, и чтобы курс рубля, он был не переоценен, не недооценен, чтобы он был адекватен. Чтобы рабочая сила стоила столько, сколько она стоит. Опять же, у нас до последнего времени был рынок работника. То есть рабочей силы не хватало. И работников перекупали, платили большую зарплату. И тем самым работники чувствовали себя достаточно расслабленными. Ты не считаешь, что, в первую очередь, работников, которые трудятся руками, да, что делать? Любые. Любые. Офисные. Ну, не случайно же у нас такой бум на людей непроизводственного труда случился, на людей, которые занимаются сервисными услугами, юристов, менеджеров разных, да, там. На людей, которые занимаются торговлей. Вот. А на самом деле сейчас время меняется. Сейчас наступает время работодателя, и работодатель волен... То есть высвобождается очень много рабочих рук. В настоящий момент идут, и это не секрет, люди знают, идут сокращения по многим структурам, по многим организациям, в том числе бюджетным организациям. Я уж не говорю о частном бизнесе, да. И это значит, что работодатель волен будет выбирать и назначать адекватную стоимость рабочей силы. То есть за меньшие деньги он получит лучшего специалиста. И это для экономики тоже отчасти благо. Для экономики, не для людей. Потому что вот то, что начинается сейчас для рядового гражданина, конечно, это очень тяжело, когда невозможно будет теперь уже... И, кстати, тоже плюс, невозможно будет получить легкий кредит, не будет вот этих вот дурацких ситуаций, когда человек набирает намного больше, чем он может заработать. Но и получить доступ к деньгам, к легким, соответственно, купить любой товар будет невозможно. Дай бог, чтобы хватало на самые минимальные потребности. Как долго это будет продолжаться? Вот президент говорит, что два года. Ну, ты доверяешь этому сроку предполагаемому? Я не берусь оценивать. Я думаю, что это может затянуться намного надольше. Все зависит, опять же, и от внешнеэкономических факторов тоже. То есть от стоимости нефти, от того, как долго продлятся санкции в отношении России, а кроме того, от того, насколько даже не работодатели, даже не бизнес, а насколько государственная машина сумеет перестроиться и создать благоприятные условия. То есть все возобновление производства именно на российской земле во многом сейчас зависит от того, как будут выполнены вот эти пожелания из послания президента. Если они будут выполнены так дословно, как... Там несколько пунктов, да, это не портозамещение, я имею в виду, и налоговое послабление, и амнистия, и каникулы налоговые на два года. Вернее, на три. Мы будем поддерживать производство. Тогда ситуация выправится, может быть, чуть быстрее. У нас нет другого варианта сейчас, кроме как строить экономику на новый лад. Если мы этого не сделаем, то ситуация продлится и дольше, и мы будем все время вот так вот болтаться, зависеть от цен на нефть. А здесь прогнозы не самые утешительные. Сокращается потребность в нефти. Компания, которая забирали и очень много, переходит на другие альтернативные виды энергии. Появляется там сланцевая нефть, и появляются там другие альтернативные источники как раз природных энергетических ресурсов. Поэтому здесь очень непредсказуемо, и мы должны просто встряхнуться, в конце концов, и начать что-то производить, а не только торговать. По поводу государственной машины, в интернете просто огромное количество материалов, как оправдывающих, так и ругающих, наше государство, наших чиновников. По тем мерам, которые они должны предпринимать и не предпринимают. Мне накануне любопытная статейка попалась. Написана очень грамотно, на мой взгляд, и достаточно просто. Я не знаю, к сожалению, имя этого автора, но, может быть, тебе попадался тоже текст, может, уточнишь. Пишет он, что задача проста, как две копейки для государства. Нужно обвалить рубль до максимума, а затем скупить все, что можно, отдав доллары, которые уже не нужны и ничем не обеспечены. Это позволит сосредоточить все рубли внутри страны и самостоятельно назначать им цену, то придерживая, то выпуская на рынок больше денег. При этом будет кратковременное повышение цены, снижение уровня жизни. Но это как разрез у хирурга. Сначала немного больно, но затем на всю жизнь и ты здоров. То есть преднамеренное, по мнению этого человека, идет опускание курса рубля с тем прицелом на то, чтобы вообще уйти от привязки рубля к доллару, насколько я понимаю, в будущем. Это интересная такая идея. Все бы хорошо, если бы другие страны мира торговали с нами за рубли. Если мы к этому придем когда-нибудь. Но сейчас есть такая идея, она озвучивается. Или если появится альтернативная доллару валюта, то, о чем говорят страны БРИКС, но они не едины в своем мнении, пока договориться не удалось о создании своего банка развития, о создании своей валюты. Я думаю, что это такая утопичная несколько история, рассказанная человеком. Все равно мы пока импортозависимы, пока мы очень сильно импортозависимы, во многих сферах на 100%, мы не сможем вот так вот взять и отменить доллар. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Пару минут, и мы вернемся. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Меня зовут Владимир Сметанин. Вот хотел поднять сейчас для себя весьма и весьма больную тему, повышение ключевой ставки центробанком до 17%. И вот сейчас многие гадают, что же у нас произойдет с ипотекой. Я отношусь к тому числу людей, которым ипотека одобрена, но пока конкретных еще решений еще не принято. Вот сегодня газета РБК буквально написала о том, что ставки по ипотечным кредитам подскочат в связи с этой ситуацией на 6-8%. То есть в районе 20% будет у нас сейчас ставка по ипотечному кредиту. Возможно, по такой ставке смогут работать крупные банки, а вот мелкие банки вынуждены будут отказаться. До последнего времени, насколько я знаю, минимальная ставка по ипотечному кредиту у нас в городе была 11,1%. Собственно, твое предположение. Ты знаешь, что я наверняка на личном опыте. Все теперь? О своем жилье не помышлять в ближайшие два года? Ну, какое-то время, на какое-то время, я думаю, что да, ипотека серьезно потеряет в количестве клиентов. То есть те, кто есть, они будут расплачиваться по предыдущим ставкам, если там не заложено в договоре. Я вообще призываю всех сейчас посмотреть свои договоры кредитные, прописаны ли там возможности изменения в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в частности, с повышением вот этой ключевой или ставки рефинансирования Центробанка. Если этого нет, то спокойно расплачивайтесь до конца. Если есть, то вообще по двум причинам. Плохо брать сейчас ипотеку. Во-первых, она будет дорогая. Во-вторых, нужно тогда представлять свой источник доходов очень хорошо, потому что гарантированных рабочих мест сейчас остается крайне мало. Неизвестно в течение месяца, двух, трех, как изменится рынок труда. Я думаю, что все-таки безработица у нас чуть пойдет вверх. Количество людей, которые будут искать работу, увеличится. Понятно, что специалисты, востребованные на рынке, квалифицированные, те, которые умеют, хотят работать, они будут работать. Может быть, за меньшие деньги, но будут. А те, кто до сих пор предпочитал получать деньги, работая спустя рукава, они, к сожалению, свое рабочее место могут и потерять. Но это такой пессимистичный прогноз. Дай бог, чтобы это все-таки стезя людей миновало. Никому не пожелаешь остаться без работы. То есть, конечно, с точки зрения застройщиков, сейчас реализация жилья идет достаточно хорошо. До недавнего времени даже был небольшой пик. Жилья построено много. Построено как раз разговаривая с застройщиком. И мы лидируем по этому показателю. Застройщиков новых компаний, которые массово строят, сдают жилье, ориентируясь на эту цену. Потому что это выгодно. Если этим заниматься выгодно, то рынок начинает стремительно развиваться, появляется конкуренция. Так вот, сейчас, конечно, может быть, спада-то не будет в стоимости квадратного метра. Но он, по моим прогнозам, подсчетам, квадратный метр, несмотря на инфляцию, будет на том же уровне держаться. Стоимость его именно из-за более трудного доступа к кредитным ресурсам, из-за подорожания ипотеки. Понятно, что реализовывать весь этот огромный объем жилья будет необходимо. Иначе оно просто, ну, кому оно нужно? Оно построено, деньги инвестированы, покупателей нет. Поэтому застройщики пойдут на то, чтобы снижать стоимость. А снижение стоимости на сегодняшний день означает хотя бы ее не повышать. Хотя бы, да, оставить на том уровне, которым есть. Поэтому, если есть свободный капитал, конечно, в жилье его вкладывать через пару месяцев будет выгодно. Если его нет, то разницы нет. Ипотечный процент, он съест всю вашу прибыль. И еще раз говорю, нужно быть уверенным в своем будущем доходе. Иначе, в противном случае, вас ждет банкротство. Насколько я понимаю, там сейчас закон как раз в спешном порядке о банкротстве физических лиц готовится. Если успеем, мы о нем чуточку поговорим. Я хотел бы сейчас вот обсудить, какое событие. Сегодня, сегодня, 18 декабря, наша область обзавелась таки официальным, уполномоченным по правам предпринимателей. Да, сегодня вот на последнем году. Ну, уже не первый уполномоченный. Да, у нас был, но он работал на общественных началах. А вот Андрей Вавилов, руководитель... Стоп, стоп, стоп. Нет, Сергей Эдуардович уже работал на профессиональной основе. На профессиональной основе. Ну, хорошо, суть не в этом. Андрей Вавилов, руководитель опоры России в Кировской области, стал уполномоченным по правам предпринимателей сегодня. Его кандидатуру утвердило законодательное собрание Кировской области. И вопрос этот стоял сегодня номер первым. В повестке дня пленарного заседания представлял кандидатуру губернатора Никиты Белых. Вот что он сказал. Я знаю Андрея Николаевича как хорошего, крепкого профессионала в сфере экономики, финансов, ведения бизнеса, как человека, глубоко уважаемого в предпринимательском сообществе. Считаю, что сегодня первоочная задача, стоящая перед уполномоченным по правам предпринимателей, это организация эффективного взаимодействия между бизнесом, властью, гражданским обществом, создание сети активных групп бизнеса, работающих в правовом поле и непримиримого к проявлению теневой экономики. Ну, в общем, все. Депутаты приняли его кандидатуру. Непростое время, да, для Андрея Николаевича? Крайне непростое, но он человек, которого не боится. Он, кстати, завтра будет у нас в эфире, мы, конечно, зададим ему этот вопрос. Он, может быть, уже и не рад, что вот именно в такое время выпала ему такая роль. А вот как раз-таки спросите. Да, спросим. Ну, а ты-то как оцениваешь именно эту кандидатуру, именно вот эти задачи обозначают? Вообще, я даже колонку писал на этот счет, что сама эта должность, уполномоченная по защите прав предпринимателей, вызывает у меня большие сомнения. То есть, зачем нужно создавать еще там чиновника за государственный счет, который охраняет от чиновников же предпринимателей. Но, коль скоро она есть и необходимость в ней уже не оспаривается в этой должности, я считаю, что кандидатура Андрея Николаевича, она одна из наиболее подходящих. То есть, есть в Кировской области вообще несколько, можно по пальцам пересчитать, людей, которые действительно этим занимаются уже порядком давно, защищают бизнес. Тот же Валерий Николаевич Турулан, он там со своей спецификой, свою категорию бизнеса защищает. Николай Михайлович Липатников, понятно, тоже там, да, у него есть... Он со всеми. Это входит в структуру обязанностей. Вот. И Андрей Николаевич Вавилов, он руководитель опоры России Кировской, один из соорганизаторов вот этого вот предпринимательского десанта прошлогоднего, очень успешно, достаточно успешно прошедшего в районах области. Я думаю, что это место по нему. И был крайне удивлен, когда в первый раз его кандидатура не была согласована, одобрена. Он сам, насколько я знаю, был в таком легком шоке, что он не стал, потому что он даже висел в списках бизнес-омбудсменов на сайте федеральном, уполномоченного Титова. А какое-то время висел, что его уже там одобрили, что он в неформальном режиме уже этим занимается, этими вопросами. Он неплохой переговорщик. Он умеет вести диалог и разрешать споры. В данном случае основная задача бизнес-омбудсмена как раз является, на мой взгляд, заключается в том, чтобы эти противоречия, которые появляются между какой-нибудь государственной структурой, надзорным органом и предпринимателем, или муниципальной властью, региональной властью и предпринимателем, снимать и доводить их до мирового соглашения, до взаимовыгодного соглашения. Там, где это в его силах. Не все, к сожалению, в силах регионального бизнеса-омбудсмена влиять на решения федеральной власти он не может. Там есть свои вертикальные цепочки принятия решений, и там может спасти ситуацию уже только Титов. Но, по крайней мере, если ситуация критическая, если есть конкретный наезд на бизнес, известные судебные процессы, которые сейчас идут, например, в одном из кировских судов, то здесь он может, по крайней мере, пролоббировать и выйти с какой-то инициативой уже на федеральный уровень для того, чтобы защитить предпринимателя. Нужно понимать, что у надзорных органов есть своя правда всегда, и они исходят из своей логики. Что есть нарушение закона, нужно устранить и наказать. Да, есть другая правда, правда бизнеса, что полностью легальным, вписывающимся во все законодательные нюансы, вести бизнес нельзя. Всегда. Всегда все равно будет какая-то оптимизация, всегда все равно бизнес будет искать лазейки для того, чтобы, если не обойти закон, то хотя бы использовать его в своей трактовке. И эти противоречия, они, безусловно, будут лучшим вариантом выхода из этой ситуации. Была бы договоренность, что вот мы вас вычислили, будьте добры, по доброй воле признайтесь, что вы неправы, и больше такого не делайте. В противном случае, если обложить штрафами, то бизнес может с рынка уйти, может перерегистрироваться в другие регионы, где надзор не столь силен. Это уже происходит. Это уже массово происходит, к сожалению, да, и тогда мы теряем налогооблагаемую базу. То есть, с одной стороны, да, мы там наказываем виновных, действительно виновных, но с другой стороны, мы сокращаем возможности собственного бюджета на будущее. Буквально пару минут у нас остается, и все-таки про банкротство физических лиц я хочу спросить себя. Твоё мнение, закон этот вступит в силу с 1 июля следующего года, заявить о собственном банкротстве сможет любой гражданин России с долгом свыше 500 тысяч рублей. В суд он будет обязан предоставить списки своих кредиторов, должников с указанием суммы задолженности, опись своего имущества и так далее и тому подобное. Интернет просто разразился комментариями в духе, ну вот, наберём кредитов, перезнаемся банкротами, ничего с нами не сделают. Действительно существует такая опасность? — Я честно скажу, глубоко этот вопрос, ну, в смысле, этот закон не читал. — Но они его в ускоренном порядке принимают, мы как-то не успеем до него дойти. — И могу только поверхностно судить, но вообще банкротство, оно ведь предполагает не полностью отказ от своих обязательств, а то, что тебе дают отсрочку некую. То есть ты всё равно будешь всю жизнь должен до тех пор, пока не расплатишься. Другое дело, что на какой-то период времени ты говоришь, вот я несостоятельен сейчас, давайте будем смотреть, что у меня есть из имущества там и так далее. То есть цивилизованное банкротство, оно предполагает возможность для предприятия, в данном случае физлица, выхода из критической ситуации, из кризисной ситуации. И закрепляется это судебным решением. Вот то, что закон принимается, понятно, что он принимается на злобу дня, потому что сейчас таких историй будет, наверное, много. Конечно, это не очень хорошая информация для банков. То есть человек, который признан банкротом, к нему уже нельзя предъявлять требования, засылать на какой-то период исполнительные листы и засылать судебных приставов. На этот период будет нельзя. Но в противном случае мы просто действительно захлебнулись бы сейчас невыплатами. И я не знаю, как вытрясали бы деньги с этих несчастных, которые взяли большие, огромные кредиты. Настало пора нам ставить точку, а вернее многоточие. Я напомню, что это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» Олега Пахаренко. Спасибо большое. До встречи. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM